Заповедная страна Вопрос об организации Зайского заповедника на хребте Тукурингра был принят в 20-х годах XX века. Однако создан он был лишь в 1963 году. Время организации заповедника совпало с переломным моментом в освоении Северо-Западного Преаморья. Это время строительства Зайской ГЭС и начавшейся вскоре прокладки трассы Бама. На территории заповедника обитает 52 вида животных, из которых наиболее типичны – изюбрь, косуля, лось, медведь, соболь. Два редких вида птиц Зайского заповедника – мандаринка и дикуша – занесены в Красную книгу России. Дикуша – это птица-эндемик, которая проживает лишь в одном определенном районе. Довольно редкими на территории заповедника стали такие хищники, как енотовидная собака, солонгой, колонок, выдра. Из крупных хищников ранее многочисленной считалась рысь. На косуль охотилась росомаха. В долинах рек и горной части прибрежья водохранилища обитают волки стаями по 3-5 особей. Основной задачей Зайского заповедника является сохранение экосистем дальневосточного региона и изучение влияния рукотворного водохранилища на естественные природные комплексы будущих поколений. На юго-востоке Амурской области, где Амур прорезает отроги Малого Хингана, расположен природный заповедник Хинганский, являющийся эталоном природных комплексов Преамурья. По богатству флоры и разнообразию растительных сообществ заповедник занимает одно из первых мест среди особо охраняемых природных территорий Амурской области. Особую известность в России и мире заповедник приобрел как место гнездования редчайших птиц мира – японского и даурского журавлей – дальневосточного Аиста. Для увеличения численности этих редких видов в заповеднике создано уникальное структурное подразделение – станции рентродукции редких видов птиц, которое занимается разведением и выпуском в природу исчезающих видов. Чудом природы можно назвать краснокнижный лотос Комарова. Он объявлен памятником природы, так как существует более 100 миллионов лет. В Хинганском заповеднике находится самая большая в Амурской области локальная группировка кабана. В горах заповедника обитает красивое животное – изюбр. На тропах часто встречаются следы бурых и гималайских медведей. На территории заповедника в последнее время отмечался дальневосточный лесной кот. В настоящее время в Амурской области периодически отмечаются мигрирующие особи Амурского тигра. Самый молодой и крупный государственный природный заповедник Нурский был основан в 1998 году. Это первый и единственный в России маревый заповедник. Здесь обитает крупнейшая в мире мигрирующая группировка сибирской косули численностью до 5-7 тысяч голов. Есть еще одно уникальное место в Преамурье – это Муравьевский парк. Его специалисты изучают миграцию и размножение птиц. За уникальность и большую просветительскую работу парку присуждена международная премия имени Бруна Шуберта. Заповедники, которые находятся на территории Амурской области – это уникальные места, где происходит не просто сохранение исконной природы России, но и редкий случай, когда человек пытается возместить причиненный ущерб природе и воссоздать редкие виды животных и растений, которые в недавнем прошлом стояли на грани исчезновения благодаря его деятельности. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...